Добрый день, уважаемые зрители! Тема нашей с вами сегодняшней лекции по истории России очень важная и очень значимая. Мы сегодня поговорим об Отечественной войне 1812 года. Редкое событие в российской истории настолько апоэтизировано в литературе. Все мы со школы помним стихотворение Лермонтова Бородино, наверняка помним замечательный роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир» и прочие произведения, которые так или иначе касаются именно вторжения Наполеона в Россию и Отечественной войны 1812 года. Это была первая Отечественная война в нашей истории и во многом вокруг этой войны сложилось немалое количество разных стереотипов, мифов, как положительных, так и отрицательных. И сегодня в нашем историческом информационном пространстве зачастую возникают идеи о том, что итоги этой войны и вообще само содержание этой войны надо пересмотреть. Появляются всевозможные фрики от истории, которые начинают говорить, что никакая это была не Отечественная война, рассуждают так вот чисто помещански, пытаясь сказать, что лучше бы, наверное, чтобы вообще Наполеон нас победил. Такая своеобразная смердяковщина. Говоря об Отечественной войне 1812 года, надо понимать, что несмотря на то, что было исписано об этой войне огромное количество бумаги, создано огромное количество выдающихся исторических исследований. Многие тома, и наши, и французские, и европейские историки следовали эту войну. Тем не менее, все равно белых пятен и невыясненных вопросов в этой войне остается достаточно много. И мы с вами попытаемся эти вопросы каким-то образом осветить. Отечественная война 1812 года не возникла на пустом месте. Нельзя говорить, что Наполеон Бонапарт, как Гитлер в 1941 году, внезапно, без объявления войны, напал на Россию. Эта война готовилась. Эта война готовилась, и противоречия между Российской и Французской империями постепенно, шаг за шагом, нарастали достаточно длительное время. Еще в 1808 году между Александром и Наполеоном всерьез пробежала черная кошка. Император Наполеон тогда пожелал легитимизировать, узаконить свой статус, женившись на представительнице какого-нибудь европейского королевского дома, царствующей династии, и сделал предложение о браке с сестрой императора Александра, великой княжной Екатериной. Но этот союз Александр не одобрил, и под благовидным предлогом Наполеону было отказано. В 1810 году Наполеон еще раз пытается заключить брачный союз с Российским императорским домом, теперь уже с великой княжной Анной. Но и здесь, ссылаясь на малолетство своей сестры, император Александр I дает Наполеону отворот-поворот. Естественно, Наполеон, что называется, затаил. В том же 1810 году очень серьезно столкнулись экономические интересы России и Франции. Александр I прекрасно понимал, что континентальная блокада, к которой России была вынуждена присоединиться по Тильзитскому миру, она для российской экономики является очень тяжелым бременем и достаточно серьезно влияет на экспорт и импорт, и вообще на государственный бюджет России. Поэтому в 1810 году Александр фактически от этой континентальной блокады отказывается, отказав Наполеону, расторгнуть договор о торговле России с нейтральными странами. Вот это вот нежелание ограничить торговлю с нейтральными странами, по сути дела, было перчаткой, брошенной в лицо Наполеону, потому что все прекрасно понимали, что под флагами нейтральных держав в русские порты приходят английские корабли, которые потом русские товары везут в эту самую Англию. Кроме того, параллельно вот с этим отказом ограничить торговлю с нейтральными государствами, Александр I еще и вводит высокие заградительные тарифы, высокие пошлины на предметы роскоши, которые в основном импортировались из Франции. Естественно, что вот такая вот недружелюбная экономическая политика, ударявшая по экономическим и политическим интересам французской империи у Наполеона вызывала серьезное раздражение.